МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпустили более 5 миллиардов боевых патронов к стрелковому оружию. Каждый третий патрон на фронте был ульяновским. Вместо ушедших на фронт квалифицированных рабочих за станки встали их жёны, сёстры, братья-подростки, сельчане, которые не имели опыта. Однако выпуск патронов увеличивался ежемесячно. Были введены почасовые, суточные и декадные графики. Заводчане работали по 12 часов в сутки, без выходных и отпусков, при скудном питании. В 1942 году завод увеличил выпуск продукции по сравнению с 1941 годом на 228%. Производительность труда выросла на 81%. Если в начале войны на предприятии было лишь несколько фронтовых молодёжных бригад, то в 1942-43 годах их насчитывалось уже 256. Денисов Васильевич, да, вот он пришёл на завод, ему было 15 лет. Он инструментальщик, то есть делает инструменты для станков, да. Вот. Он выполнял пять норм, то есть вот был пятисотником. Когда его спрашивали, как ты можешь так работать, вот, а он говорит, у меня три друга ушли защищать Москву, и все погибли. Я работаю за них, за себя, и одну норму выполняю за победу. Заводские умельцы упорно искали пути увеличения производительности труда, возможность упростить и сократить технологический цикл, внедрить более дешёвые заменители материалов. В 1943 году сразу трое рационализаторов были награждены государственной премией. Их имена всем известны до сих пор. Иван Кузьмичёв и Александр Звягин разработали технологию «Сберегающий латунь». В результате за год сэкономили 2300 тонн дорогостоящей латуни. Лев Николаевич Кошкин, главный конструктор завода, создал и внедрил в патронное производство новые роторные станки. Под его руководством созданы роторные линии на весь технологический цикл изготовления гильз. Они до сих пор используются в производстве. Также им успешно были внедрены в производство многооперационные станки, повышающие производительность в десятки раз. Рядом с ним работал Михаил Иванович Лимасов. Он вообще очень чувствовал людей. И вот они семь лет вместе работали. То, что Лев Николаевич в чертежах, тут же, в этот же день Михаил Иванович в деталях это делает. В 2006 году имя Михаила Ивановича Лимасова было занесено в Книгу рекордов Гиннесса, как старейшего токаря планеты, поскольку на Ульяновском патронном заводе он проработал более 80 лет. В 1942 году на патронный завод в Ульяновск в качестве инженера был направлен Андрей Дмитриевич Сахаров, дальнейшим всемирно известный лауреат Нобелевской и государственной премии. Первое задание, которое ему поручили, кстати, вот Лев Николаевич Кошкин, поскольку на роторных машинах именно делали крупнокалиберные патроны. И нужна была проверка закалки сердечника. Это главная часть патрона. И он буквально за два месяца создал прибор, который и сейчас применяется, называется дефектоскоп. В июне 1942 года за образцовое выполнение заданий правительства по производству и освоению новых видов вооружения завод имени Володарского был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В советский период легендарный завод одним из первых в стране начал производство электронно-вечислительной техники, выпуск электромоторов, тельферов, токарно-винторезных станков высокой точности. Это стало прорывом в истории промышленного развития целой страны. Сегодня Ульяновский завод – единственное в стране предприятие, изготавливающее патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок. Всего завод производит 28 наименований боевых патронов, большинство из которых поставляются на экспорт. Завод развивает производственные мощности. Если в позапрошлом году мы выпускали в месяц порядка 10-15 миллионов штук, то сейчас мы выпускаем до 35 миллионов штук, и это не предел. И останавливаться мы не собираемся. Завод в настоящее время полностью обеспечен заказами как по линии гособоронзаказа, так и по линии Рособоронэкспортом военно-технического сотрудничества со странами ОДКБ и экспортными заказами. На заводе работает более 1300 человек. За 100 лет на предприятии было создано более 50 династий. Династия Михайловых-Барышевых – одна из самых многолетних, насчитывающая пять поколений. Впервые в историю завода вписала себя Лукерия Фёдоровна Михайлова, ставшая в замужестве Барышевой. Она проработала в цехе номер три вплоть до самой пенсии. Она на заводе работала. Начинала очень рано работать на заводе, ещё завода не было. Она участвовала в расставлении колышков под завод, когда завод пытались здесь построить. В юном возрасте пришёл работать на завод сын Лукерии Фёдоровны Владимир Барышев. Дедушка наш Барышев Владимир Алексеевич, он пришёл на завод, ему было 15 лет, в 41-м году, когда началась война. И после, значит, работал подростком. Как он сам рассказывал, приходилось работать с утками. Домой очень редко отпускали с завода. Там же на заводе Владимир Алексеевич Барышев познакомился со своей будущей женой. Он работал в цехе номер два, она в цехе номер три. Оба производили патроны. Их сын Виктор Владимирович сразу после армии тоже пошёл в цех номер два на роторные линии. Его жена Галина Васильевна Барышева проработала на заводе программистом, экономистом и технологом. Теперь и сын Барышевых Андрей Викторович заводчанин со стажем. На заводе не забывают о трудовом подвиге тех, кто в годы войны трудился, не покладая рук. Монумент «Володарцам героям трудового фронта», который находится перед проходными завода, единственный в Ульяновской области памятник труженькам тыла. Он был установлен 6 мая 2005 года в память о тех заводчанах, которые, не щадя сил, обеспечивали бесперебойный выпуск патронов для фронта. Памятник был построен на средства предприятия и руками заводчан. Его автор – заводской художник-конструктор Елена Калёнова. Прототипом памятника послужил патрон 14,5 мм бронебойно-зажигательный, который в годы войны изготавливал Ульяновский патронный завод. По данным Совета ветеранов предприятия, здравствующих участников Великой Отечественной войны и людей, приравненных к ним, которые работали ранее на предприятии, осталось всего 10 человек. Тыла – 167. Ирина Антонова, Даниил Сурков. Новости Оллправда ТВ. Новости Оллправда ТВ.